ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД О том, что оно соответствует всем нормам, о том, что ведутся работы по модернизации сетей. Говорили мы в основном о Кирове, о центре Кирова. Хочется поговорить сегодня о микрорайонах города и дальше, может быть, и вообще о всем регионе. Да, сейчас есть, в Кирове есть сейчас несколько микрорайонов, где не центральное водоснабжение, а артезианские скважины, если я неправильно говорю, поправляются меня. Да, все верно. Например, это Нововятск и Радужный. И не раз мы читали и писали новости о том, что там было немало проблем, там были жалобы кировчан. Расскажите, как там сейчас все устроено, как там устроено водоснабжение и как решаются вопросы по качеству воды. Да, это районы, которым мы очень много уделяем внимания. То есть, если мы берем начало, само там, 19-й год, конечно, была какая-то программа развития, то есть там была утвержденная схема водоснабжения, там предусмотрелись мероприятия, в том числе по заведению воды из Корченкина. Вот. Но когда мы начали заниматься этой проблемой, мы встречали с жителями, мы понимаем, что для жителей Радужная Нововятская вода – это их достижение. То есть они ее хотят, они хотят, чтобы она осталась. Чем она вообще отличается от центрального? Она не пахнет хлором, хотя и в центре Кирова она тоже хлором не пахнет, да? То есть в чем преимущество? Нет, тут я вот скажу, как директор водоканала, я считаю, что вода в Вятке ничем не хуже после нашей очистки, да, но жителям нравится. Да, артезианская вода, наверное, немножко вкусовые качества другие, потому что больше минерализация, то есть за счет того, что вода подземная, ну, наверное, дело привычки в том числе. То есть я скажу, что в Кирове вода, например, намного лучше, чем в соседних городах Миллионник, там, в той же Казани, не знаю, там, в Самаре, тут вода намного лучше. Я всегда историю рассказываю, что у меня собака маленькая, она воду не пьет. Единственный город, где она пьет воду из Паткана, это в Кирове. Вот вам, это тоже история интересная всегда, и я как сам из Паткана пью, воду пью, то есть вода хорошая, то есть мы понимаем. Но люди хотят свою воду артезианскую, мы понимаем, потому что, ну, не нам решать, наверное, что им пить, они хотят пить воду артезианскую, поэтому наша задача сделана, чтобы она была качественной, соответственно, с Ампину. А в чем была проблема с качеством? Там известная проблема, то есть это вечная проблема, это бор, 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 кремний, то есть это особенность водоносных горизонтов, это в том районе. Ну, в целом, в Кировской области проблема с бором, на самом деле, как бы это не секрет, свет об этом прекрасно знают. Но мы начали разбираться, изучать систему, как устроено, почему и что. Вот. И мы поняли, что, наверное, своими силами мы можем довести воду до нормативного качества. Первый микроэн, который мы довели воду до нормативов, это микроэн Радужный. На текущий момент вода в Радужном полностью соответствует с Ампину, все жители пьют воду в соответствии с Ампином. Вот. Переврали все насосно оборудование, все скважины, то есть на каждой скважине поставили шкаф управления, насосы все новые, подняли паспорта на каждую скважину, какие-то скважины старые расконсервировали, какие-то законсервировали, то есть мы собираем воду в Радужном в резервуаре, то есть из разных скважин, соответственно, отрегулировали подачу воды с каждой скважины, причем смешиванием, получили воду в соответствии с Анпином, и уже больше года жители Радужном пьют воду полностью качественную, хорошую, вот, и жители Радужном могут быть спокойны, вода у них останется, Вот. Потом второй микрорайон, который мы довели воду до нормативного качества, это микрорайон Ёлки-Парк. Там тоже вода полностью в соответствии с Санпином. Тоже третий микрорайон, это 41-й ЛПК. Там бор был порядка двух. Сейчас мы в четыре раза его снизили. Там бор 0,5 пограничный по Санпину. Но я думаю, что мы в этом следующем году там доработаем. То есть мы там еще проводим мероприятия, и вода там тоже будет в Санпине. А четвертый забор в Радужном, самый большой, который питает основную часть Нововятска, это ВНС молодежная, мы называем ее. Там проблемы с качеством есть, но там есть решение. То есть мы хотим часть скважин переключить на резервуар, который в самом Нововятске находится с хорошим качеством. Часть скважин вывести из эксплуатации, которая дает много бора. И на крайне Радужном, то есть есть старые скважины, которые мы перебуриваем. Там вода хорошая. Мы провели экспертизу, проверку. То есть посмотрели, запасы воды есть. Вода хорошая. Мы в этом году сейчас конкурс происходит на перебуривание. Плюс параллельно у нас идет проект. Это в рамках чистой воды. Первый этап это перекидка воды из Радужного, Нововятска, Красного ВНС молодежного. Сейчас идет согласование краски с РЖД, чтобы пройти железную дорогу. И в следующем году мы будем заниматься строительством этой трубы. И объема воды с новых скважин хватает, чтобы добавить Нововятска молодежная и путем смешивания довести до норматива. И я думаю, что к концу лета следующего года вода 100% в Нововятске и Радужном будет в соответствии с Анпином. Плюс параллельно там много проблем, которые накопились. То есть в Нововятске и Радужном нет оценки запасов подземных вод. То есть утвержденных. Никто не знает, сколько там воды. То есть мы предполагаем, но комиссия не утвердила. Соответственно, мы с того года начали эту работу. То есть по каждому от забора, по каждой скважине мы проводим оценку подземных вод. Вот специализированная организация занимается. Разрабатывает там зону санитарной охраны на каждую скважину, то есть которая сейчас уже практически разработана, а не проходит согласование. Оценка дело небыстрое, 2-3 года занимает. То есть это по каждой скважине прокачивается. То есть это все долго. То есть мы все лето сейчас занимаемся как раз прокачкой каждой скважины. То есть со специалистами ездим. Потом, когда отчет будет готов, он также проходит процедуру согласования со многими ведомствами. И после этого вносит на комиссию, там, Роснедр, по-моему, я уже не помню, как называется, и комиссия рассматривает отчет, и она либо утверждает и говорит, да, запасы воды есть в таком-то объеме, в такой-то период, либо нет. Но мы по предварительным расчетам уже видим, что воды хватает. Вот, поэтому надеюсь, все это проходит хорошо. И там в 2023 году, может быть, в начале 2024 мы получим уже утвержденную оценку запаса подземных вод. Вот, и тогда мы уже точно можем смотреть в будущее спокойно. Сейчас качество есть, да, но пока все-таки запасы не будут утверждены, но всегда там маленький знак вопроса везде лежать в уме, потому что мы ждем результатов. Как только запасы будут, все, тогда мы понимаем, что система, она на какой-то период рассчитана, спокойно можно эксплуатировать, и люди будут пить качественную воду. Но при этом проблема же у нас не только в Новоятске и в Радужном, да, то есть у нас вопрос коминтерно очень остро стоял, да, то есть с жителями так же мы там, и общественный совет мы сформировали, и нам представители коминтерно приходят, они там, мы тоже там, и ругались, и спорили, и в любом случае, и пришли мы к общему мнению, то есть мы занялись проблемами коминтерно, то есть на ВНС-заборе, да, который полкоминтерно питает, также занимались регулировкой коминтерно, также заменой насосного оборудования, чисткой резервуаров, и сейчас вода в коминтерно тоже полностью соответствует Санпину. То есть получается у нас болевых точек все меньше и меньше, но, конечно, в идеале, вот я хочу, и все хотят водоканали, чтобы у нас 100% качество, вода была качественная в городе Кирове, то есть это как бы ни у кого сомнений нет, и у всех одна цель такая только. А какие самые проблемные зоны остались, где вы теперь? Ну, Макария, проблемная зона Макария, но там проблемы не только с качеством, там дефицит воды, то есть большая субосика Макария, то есть там дефицит воды, там качество, там то, что мы сделаем везде, там не получится так, там нечего смешивать, там воды просто не хватает. Вот, ну, остальное, наверное, в принципе-то уже, мы, даже если еще проблема не решена, мы понимаем, как ее решить, это не такая отдаленная перспектива, то есть, а дальше, конечно, даже мы говорили про нас в программу, да, то есть мы хотим реконструкции главных сооружений на Вятке, да, Корченкина. Все спрашивают, ваша вода качественная, а нам нужен резерв по качеству, да, то есть и реконструкция позволит, что снизить как раз реагентику, количество применяемых реагентов, соответственно, пасовые качества воды улучшатся, да, плюс по водке периода будем спокойно более проходить. Поэтому, да, вода в соответствии с ампином сейчас, но мы должны иметь запас по качеству, поэтому мероприятия нужны, плюс органолептика будет вкуснее. Ну, вот давайте резюмируем, правильно ли я поняла, что для того, чтобы добиться качества воды, которого, я так понимаю, многие годы не было, нужно было все помыть и почистить, нужно было... Правильно, правильно подобрать оборудование, все рассчитать, смешать. Да, смешать и пробурить что-то новое. Или пробурить что-то новое, ну, примерно так, да, то есть переврать систему с нуля полностью. Ну, в общем-то, для нововещан это хорошая новость, да, и я так понимаю, что она как раз недавно появилась, да, недавно была опубликована. Да, мы это, потому что мы долго занимались этой проблемой, то есть чтобы быть уверенными, сейчас мы уверены на 100%, что это получится. А вот просто говорить, если мы не уверены, это нехорошо, а... Ну, это, получается, ведь положительный момент централизации работы, да, то есть вот мой подоканал, единый поставщик, он пришел. Ну, конечно, у нас в предприятии есть служба главного технолога, да, например, у нас отдельно, да, в составе службы есть гидрогеологи, которые занимаются только скважинами, то есть никогда такого не было, да, мы специально людей набирали. Люди, эти скважины, выходные, вечерами, то есть я смотрю, то есть с утра до вечера, то есть они любят эти скважины, поэтому, так же, как нововещие, на самом деле, поэтому тут мы сошлись. И да, у нас, получается, две системы, и поверхностные, и подземные, то есть они, по своей сути, разные системы, по-разному эксплуатируются, нам и то, и то надо делать, заниматься, но мы как бы готовы к этому, поэтому мы, так скажем, многовекторные, многоплановые предприятия в этом случае, мы и там, и там научились. Ну вот если о централизации говорить, да, не так давно было сделано заявление в Рео-губернатор Александром Соколовым о том, что на рассмотрение регионального парламента будет направлен законопроект о централизации водоснабжения по всей области, да, правильно? Да, 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 абсолютно верно, абсолютно верно. Вот ваше мнение интересно нам, как руководителям Водоканала, вообще, насколько эта идея хорошая, насколько это полезно для людей, для потребителей в первую очередь? Я на свой ответ разобью на две части. Первая, как к директору Водоканала отвечу, а вторую, как гражданин Российской Федерации отвечу. Первый вопрос, то есть пример города Кирова, да, то есть это четыре разных предприятия было, да, то есть со своими проблемами. Да, мы, было принято решение по объединению. Первое, что плюс, да, то есть точность тарифа была снижена, но это хорошая цель, это хороший результат, да. Второе, конечно, единая техническая политика, да, то есть за счет того, что в предприятии появились обороты, то есть это, возможно, стало привлекать деньги, то есть это привлекать специалистов хороших, да, то есть эффект положительный для всех, да, жителей города Кирова. То есть опыт был, то есть это сложный опыт, но он есть, да, то есть это, ну, мне сложно себя отвечать. Ну, наверное, это было успешно как-то, да, то есть это предприятие существует, оно развивается, да, вот. А теперь отвечу как гражданин Российской Федерации по поводу областного водоканала, то есть, ну, тут, наверное, два выбора. Оставить все как есть, это путь, мне кажется, медленного стагнирования, по большому счету, да, то есть, либо попытаться сделать что-то новое, да. Так что-то новое предлагается именно пойти по аналогии города Кирова, вот. Предприятие МУП «Эндоканал», я думаю, готов, готов заняться этой проблемой. Да, это непросто, это непросто, это не надо там за один раз все это делать, это системная работа должна быть, это главное, то есть, что боятся жители, что за счет города Кирова будут все содержаться. Я считаю, что это неправильно, я считаю, что каждая территория должна быть самая окупаемая, вот, но очевидно, что большому предприятию проще привлекать федеральные средства, проще, потому что это не так просто привлечь. Большому предприятию проще привлекать коммерческие кредиты за счет оборотов своих, большому предприятию проще найти квалифицированных специалистов высокого качества, да, которые будут заниматься проблемами, большому предприятию проще обновить технику, большому предприятию проще купить дешевое оборудование трубы, потому что за счет объема покупки цена дешевле. Одни плюсы, то есть, плюс, пример, да, то есть, ну, там, кто, МРСК, Россети, да, то есть, это же единое предприятие, да, со своими филиалами, РЭСами, Газпром, то есть, это единое предприятие областное, да, со своими филиалами. Почему по воде так не получится? Я считаю, что получится. Это будет также основное предприятие в Кирове и в филиале, которые под контроль. Да, там проект законы осмотрел, то есть, мы занимались этим вопросом, там, там, 5 или 6 зон поддельно, да, то есть, это, условно, три уровня предприятия, то есть, есть главное предприятие, здесь и есть предприятие второго уровня, там, условно, собирается 5-6 районов вокруг, и третье уровень, это чисто эксплуатация, да, занимается, то есть, задачи ставятся сверху, то есть, техническая политика, регламенты, все это спускается сверху. Плюс, конечно, это отчасти может оптимизировать затраты, то есть тех предприятий, которые внизу, потому что бухгалтерия централизованная, не знаю, там службы какие-то централизованные, это все проще. Плюс сейчас у нас достаточно система IT развита, то есть у нас нет компьютеров, но у нас один сервер, все, на все предприятия, и мы с любой точки города можем подключиться и работать, да, то есть этот сервер выдержит и всю область, да. Та же система автоматизации, которую мы внедряем, мы как раз с учетом себя смотрим, это, она масштабируется безразмерно, то есть там можно получать любые-любые заборы, КНСК и все, то есть просто это все, это все легко масштабируется, и мы изначально делали так, чтобы под масштабирование, то есть это удобно просто работать. Поэтому как гражданин Российской Федерации, я считаю, что это шаг вперед, шаг вперед именно для всех, в первую очередь для жителей, потому что жители все-таки должны пить качественную воду, у них должна вода, то есть я слышал там по области проблемы, то есть там непонятно, там месяцами воды где-то не бывает, нам это сложно понять, то есть такие проблемы, потому что у нас таких проблем нет, и мы себе не позволим так, там люди месяц без воды сидели, это же... А вот, а проблемы называют-то там, отсутствие финансирования, там не могут трубу купить или что-то еще, как бы, ну, таких проблем быть не должно, на самом деле, я считаю, что люди должны воду получать 24 часа в сутки. Если будет какой-то большой кошелек, один большой кошелек, если будет контроль сверху, то такого уже... Вот, поверьте мне, сфера ЖКХ, как все там ругают, она самая перерегулированная, то есть начиная от стандартов раскрытия, да, все, и закупки, все это же все видно, это вон в интернете заходит, там все что угодно видно, как бы тут нет таких проблем. Ну и плюс, конечно, это централизация, это хорошо, и даже вот если мы берем там стратегию развития ЖКХ, вот федеральная, которая есть там в разделе водоснабжения, как раз-таки стоит один из пунктов, то это создание единых областных предприятий по управлению имуществом повстерили водоснабжения и отведения. А проблем много. А если говорить о форме управления, до 2019-го мы знаем, был частный, да, здесь поставщик воды, теперь муниципальный, хотят создать областное государственное, да, учреждение. Вот для людей, опять же, раз мы говорим всегда, и к этому все сводим, для людей какая форма управления? Слушайте, я вот так, опять же, не как директор МУПа скажу, как гражданин Российской Федерации, ну, мне кажется, я говорил до этого, что все-таки это социальная сфера, да, то есть бизнес, тут, да, подход бизнес должен быть к процессу, да, но, наверное, я говорил, что собственником активов в сфере водоснабжения стратегически должно быть государство. Вот я это говорил, я буду считать, что это вот так. В России есть механизмы концессии, ну, лично я считаю, что это немножко не тот механизм, который позволяет развивать водосли, то есть не так это все-таки, не так это сделано, как задумывалось, да, то есть где-то концессия хорошо, но где-то нет. Зачем, если, я понимаю, есть проблемные предприятия, там люди в одном месте сами сидят, там, наверное, да, но с другой конституционер мы тоже понимаем, то есть условно в город население 5000 рублей, ну, не пойдет, ой, 5000 человек, он не пойдет, это ему неинтересно, да. Понятно, что там города-миллионники интересны, но это же все-таки не про это больше, это больше про ответственность власти перед жителями, да, и муниципальной власти, областной власти перед жителями. И всегда в конечном итоге отвечают, вот, 131 закон федеральных органов местного управления, организация водоснабжения водоснабжения на территории города, это полномочия местной власти. Поэтому я считаю, что это должно быть рука государства, а эффективность, ну, как бы и мух может быть эффективнее любого участника, это как бы, наш пример показывает, что мы ничем не хуже, да, то есть, плюс, я говорю, это жители могут больше влиять на муниципальные государственные предприятия, потому что в любом случае это их формально, это их предприятие, правильно, как бы, поэтому будут слушать. Вот, поэтому я считаю, что, наверное, в этой сфере даже проблем то, что муниципальные унитарные предприятия действуют, государственные унитарные предприятия, их нет. Вопрос качества управления и контроля за предприятием. Хочу еще в конце, потому что наше время уже подходит к концу, в конце задать вопрос, который, наверное, очень многих жителей и центральной части Кирова в том числе интересует. Мы с вами уже поговорили о качестве воды в микрорайонах, в центре города. Коротко, может быть, как вы обеззараживаете воду, может быть, какие-то новые технологии применяете? Мы обеззараживаем гипохлорид натрия, то есть это у нас электролизная установка состоит из обычной поваренной соли. Покупаем поваренную соль белорусскую, самую чистую Российской Федерации. В метам электролиза получаем раствор гипохлорид натрия, то есть смешивается с водой. Но мы еще добавляем сульфатаммония, это реагент, который связывает хлор, то есть хлор он как раз убирает запах хлора и позволяет ему дольше работать. То есть даже в тупик в ветках самых дальних вода обеззаражена, то есть это безопасность. И запах хлора, то есть, поверьте мне, если сравнить с другими городами, тут вода не пахнет хлором. И поэтому система обеззараживания. Плюс, конечно, контроли лабораторные, это каждый же часовой контроль, это мы обязаны, то есть в производственной программе есть контроль, мы все контролируем. И проблем с микробиологией в городе Кирово нет. Вода безопасна, вот вода в Кирове безопасна всегда. В Кирово-Чапецке точно пахнет намного сильнее. Но системы иммунизации у них нет, да. Так вот, а теперь самый главный вопрос, как раз к которому вы уже подошли, и на который вы, наверное, ответили. Можно ли пить некипяченую воду из-под крана? Вот тут, знаете, тут вопрос такой философский больше. Смотрите, как, то есть, вот если мы говорим, вот подойти на наш водозабор и оттуда пить, я считаю, что можно, и этой проблемы нет. Но, но, мы не должны забывать, что у нас 1600 километров труб только. Второе, жилфонд, вода же попадает не сразу из наших труб, а еще проходит внутридумовые трубы, да. В каком состоянии, я не знаю. То есть, есть очень старый фонд, мы прекрасно понимаем, да. Вот, поэтому, наверное, наверное, кипячение тоже плохо, на самом деле. Мы тоже и сами проверяли, и читали много работ, что считается кипяченая вода, мертвая вода, на самом деле. Особенно, кипяченая один раз, хорошо. Кипяченая два раза, уже такую воду пить нельзя. То есть, если уж кипятить, то так один раз. А второе, обычные фильтры, на самом деле, обычные фильтры, кувшины, очень убирают все эти проблемы без проблем. То есть, поэтому говорю, что с водозабора пить можно. Вот, когда внутри квартиры, говорю, я не уверен до конца затрогать за все. Поэтому тут я... Обычные фильтры убирают все проблемы. Ну, вода, в первом, ну, 100% вода всегда по микробиологии безопасна. Всегда. И, как правильно я услышала, директор МОП-водоканал пьет воду из-под края. Вообще без проблем. Вообще без проблем. Ну, свой вот так как бы. А в гостях у нас был Дмитрий Ухин, директор МОП-водоканала. Дмитрий Игоревич, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня. Доброго дня всем слушателям.